друзья мои дорогие любимые мои я какая голодная вы себе просто не представляете у меня же было какой-то выбилась я из этого кита диеты с мужем ходила да сейчас вот кушаю такой грибной суп себе приготовила посмотрите какой красивый и еще для загустения есть такая кадись потом прочитаю вам точно скажу название покажу как-нибудь а может я делала обзор продуктов я не знаю что привезла мне жанна смотрите она мне привезла еще такую треску печень трески здесь омега надо одеть очки чтобы прочитать этот мелкий шрифт интересная на вкус впервые кушаю первые омегу надо кушать вот это вот посыпано сухие дрожжи они напоминают вкус чипсов полезная еда права еще я внутрь добавила итальянские травы свой своеобразный вкус кстати я здесь хотела положить кинзу с чесноком вот полда ивановна я забыла но вот такой у меня обед что я могу вам сказать 6 часов вечера я только впервые кушаю почему потому что у меня активная работа да я сделала сегодня йогу я не забываю про неё единственный полчаса которые оторвала себя от этого а так вот сижу сейчас приготовила хотела капусту тоже заквасить но нет физически времени потому что может муж придет с другом надо им приготовить плов и у меня куру фасоли но мы наелись так всего мясного да можно и посидеть чуть-чуть так мне некогда мои дорогие так что вот такой вот у меня ужин я все-таки поняла для себя что это мне нравится такое питание когда я расслабляюсь очень сильно у меня нет остановки ни в чем сладкая просто и песка хочется вот поела мороженое и все это моя проблема большая меня только тормозит ответственность перед вами перед вами моими подписчиками так красиво порезала сегодня капусту аж не верится что это я и вот тогда я только в эти моменты я могу говорить себе нет ну а мне приятного аппетита появляется вот эти фрукты мне надо что-то придумать такую love carp есть такое питание хочу приготовить из псиллиума который привезла жанна мне хлебцы хлеб хочу но сегодня физически не было времени и буду мазать такой паштет до трески в общем приятного мне аппетита друзья мои я нашла такой классный рецепт кето хлеба я опять в китозе кажется сюда значит нужно 6 столовых ложек кокосовой муки 10 столовых ложек семян льна 5 яиц 4 чайные ложки органического сливочного масла одну чайную ложку соли 2 с половиной чайной ложки разрыхлителя выпекать 15 минут при температуре 175 градусов большой формы 25 минут но это у меня большая форма 25 минут буду выпекать и 5 яиц я должна взбить мне так кажется сначала солью а потом уже надо добавить все остальное буду делать вместе с сами кстати яйца я взяла обычные потому что я посмотрела магазины вчерашки купил 30 штук потому что посмотрела что при выпечке не имеет значения какие яйца будет в этом хлебе не так ли лучше их отварю или пожарю на обед сегодня вот приятного мне аппетита но пока готовлю хлеб только что я прокрутила вот эту гималайскую соль чайную ложку добавляем наши яйца все друзья мои сливаем мне кажется мука масло можно такое можно такое и соль вот и все ингредиенты посмотрим что получится из этого хочется хлебушка с маслицем иногда так ну смотрите я здесь все-таки решила немножко растопить масло до растопить масло решила потому что я его бы потом не смогла его так здесь в этой растопить и кусками было бы а нам нужно все однородно и когда я добавила семена льна они уже начали разбухать так интересно все это вот маслица еще вот складываем теперь вроде бы все ингредиенты положили осталось нам добавить муку и вот муку добавляем такими полными ложками 6 ложек кокосовой муки добавила муку и сразу же развлеклитель пачку а там уже включена в духовку все из всех из градиента мы все добавили сейчас это я все перемешаю и посмотрю какая будет у меня конститенция очень интересно на этом этапе уже венчик мне не поможет мне кажется надо одевать перчатки и руками замешивать я знаете что еще решила смотрите у меня есть семечки такие и тыквенные почему бы и нет помешать да чуть-чуть жменьку того жменьку того это антипаразитарная какая красота у меня будет и кунжут добавлю потом замешаю покажу вам приняло решение испечь в таких двух маленьких формочках чтобы получилось два хлебца смажу их сливочным маслом и распределю массу вот мои хлебцы готовы отправляем девочки мальчики пеку вместе с вами впервые такое но хочется иногда хлебушка да тут немножко меньше получилось ну смотрим да ашкин ашкин тоже уходит мой все с богом как говорится посмотрим нас и потом надо духовку помыть это готовлю ней хорошая духовка такая баба джим купил бэко эти какая грязная простите меня но какая есть я такая какая есть я всегда вам показываю то все что моей жизни тут у меня видите капусту надо делать так солить муж покушал убрал вот видите как они у нас лапочки наши лапочки даже готовится тут у нас друзья мои тут друзья у меня тоже птичечки там тоже мамочка их кормит смотрите срут срут нам на этот телевизор вы уж только что убрала они опять нас рели вот мамочка видите там кормят их вот так у нас весело и у мами еще скоро будет столько сеток будет смотреть дедочки твоих дом он сладенький и мамочка и сегодня ей морковочку и секерик вот тут он и секерик секерик ой какие у меня сладкие все детки детки у нас наконец-то сегодня погода солнечная вы знаете что то у меня этот пылесос включаю выключается здесь я хочу пересадить сегодня свою колубику и вот подушку которая постирала вот так она у меня сохнет и еще что я сделала я сегодня развела мыльный раствор из черного мыла как мне посоветовала жанна жанна специалист цветах и я все их обрызгала обрызгала всех потому что даже здесь была тля листья были такие сейчас видите дай бог чтобы они пришли в себя вот это для гадина такая гадина из гадин так куда я хочу пересадить она даже на вот такие обычные цветы портит вы понимаете вот почему я ой что это мне задел мой цветочек авукадик знаю можете подрезать надо или что-то сделать или пойдет еще ладно так вот я хочу посадить в этот горшок мою голубику может сегодня может завтра самое главное избавиться от тли вот от тли это избавиться которые портят все посмотрим как мыло подействует все пошла готовить хлеб вы знаете что произошло я после того как записала видео решила чуть-чуть тут почистить и сдвинула на 200 и у меня вверх подгорел я положила кольгу не знаю что получится мои дорогие и что вы думаете я начала заниматься уборка видите вот кафе помыла тут помыла тут помыла газ помыла сейчас мне пришла идея какая шоколад мой упал вот такой шоколад можно мне кушать мне тут он мне не так нравится 85 процентов какао ладно знаете что я хотела здесь хочу сделать приготовить я хочу под под лежан и приготовить вот овощи тут у меня кабачок вы же знаете как я люблю такие вещи бачок так побольше наверное от ледянов то третье можно что еще можно добавить цветную капусту нет может это много будет знаете не буду а то потом буду давиться неделю естественно помидоры сделаем это на больно по из помидорами ой что вы там не поделите птички мои вот мне кажется этого достаточно капуста цвета здесь будет уже лишнее и естественно это тоже будет лишнее вот что я еще приготовлю это все в духовку сами знаете очень мало надо возиться сейчас главное почистить все как вы думаете картошку нужно добавить нет без картошки буду огромного такую луковицу пас положу чесночок побольше луковица чесночок и знаете что сделаю еще это молодой видно лук что я пищу добавлю сюда я буду готовить из грудки за вот этой соте отдельно что вот такой будет сегодня у меня блок еды пищевой блок готовлю дома со светланой зачудила такую игру каком смысле игру друзья мои не могу остановиться посмотрите у меня сегодня полезный обед и так все произошло спонтанно смотрите я до сих пор вожусь нарезала вот это сейчас это все перемешаю смотрите вот это все перемешаю залью вот этим соусом который я приготовила вот тут 5 столовых ложек оливкового масла паста перцовая и помидорная томатная вот решила приготовить себе на несколько дней почему потому что второй день блин я вожу вчера капусту тушила вон капуста у меня смотрите кто это будет есть кстати мы клею хлебушек уже остывая час его покажу такое будем вместе с вами дегустировать сегодня у меня такой блок вкусный один полезный виды и что здесь все пасты пряности давайте мы их все это уже надо запускать в духовку потому что несколько скоро надо а знаете что я еще придумала я еще захотела сделать суте приготовить духовке вот видите я так место мелко порезала соевым соусом сбрызнула вот этот помидор с очищенной смотрите какая вкусняшка будет здесь у меня лук чеснок томатная паста тут она соли уже и я все это здесь хочу выпекать вот такой будет у меня вкусный обед сегодня и полезный и мужу тоже естественно для шлема готовлю я так устала вроде бы начала хотела один хлеб испечь продолжила с этой кухни никак не могу выйти вот печется у меня сейчас сделала так на двух противень положила не знаю как получится почему окрыла то я как сделал видите какая слепая женщина переделать переставить ну вот такой мне хлеб вышел я не знаю почему мне не поднялся мне кажется знаете почему потому что надо было семена льна знаете что сделать измельчить конечно ничего мы сейчас как говорится научимся самое главное на хлеб похож интересно на вкус семечками со льном но как вкусно друзья это очень вкусно с маслом сыром такие две лепешечки первый раз первый класс очень вкусно я делала раньше истах из тахина она очень приторная жирная а это просто очень вкусный хлеб очень прямо так его кушать без ничего можно также я себе приготовила здесь обед уже постепенно пока это есть печется потом порежу петрушку залью масло посолю устала если честно и сейчас слушала когда готовила аудио запись про то 10 ошибок когда мы делаем добро и нам в ответ ничего не приходит потому что мы тратим энергию и вот я слушала и одним из причин одной из причин было сзади что во первых когда ты делаешь добро не надо никогда ждать в обмен что-нибудь и если вы даже хотите помочь кто из родственников из близких попросит вам вас помощь материальную нужно какую-то часть если есть возможность все нельзя оплачивать вы потом тратите энергии умеете говорить нет даже своим близким даже людям самым близким потому что вы у себя на первом месте вы понимаете мои дорогие у меня такая ошибка в этом что я всегда не могу отказать никому вот чем моя ошибка так что умеете говорить другим нет такой красивый у меня хлебец